Слава Господу, дорогая Церковь! Мы праздновали праздник для Церкви, для меня. Это был очень значимый праздник, значимое событие. Те, кто не был, хочу сказать, что ровно 20 лет назад. Здесь, на этом участке, территории, где сейчас есть молитвенный дом, был полупустырь, были заросшие боярочникам территории, много мусора, грязи. Здесь немало происходило каких-то таких событий неприятных. Распивались греховные напитки, мы увозили много бутылок, убирали шприцы, и много всякой грязи. И вот там, с правой стороны, когда вы входите, если ворота въезжают, слева стоял вагончик, была построена сцена, совершалась молитва благословения, освящения земли. Ровно 20 лет тому назад. И Бог благословил, был сильный снег. Сперва дождь, потом снег, было холодно. Но молитва была пламенная, горячая, благословенная. Николай Яковлевич Куркаев совершал заключительным словом и молитвой благословения. И Бог благословил нас. В том году мы построили подвальное помещение. И на праздник жатвы мы вошли в подвал и совершили служение благодарения. Потом мы ушли на Бараново 16, где был молитвенный дом наш. И уже на Рождество мы снова вернулись в подвальное помещение. И до сегодняшнего дня богослужение совершается здесь 20 лет. 20 лет. Много было событий. Самые большие герои веры – это дети. Почему, я скажу. В классах мы ставили столы вдоль по направлению плит. Потому что когда шел дождь, если был сильный дождь, несмотря что была гидроизоляция, вода набиралась и все равно находила место. И между щелями вода текла. Стояли ящики, огромные ящики, в которых мы носили раствор, подавали раствор для строительства. Но дети сидели в этих классах. И сколько было испытаний. Учителя говорили, мы потеряем детей. Холодно, сыро, дождь. Но я скажу, что мы никого не потеряли. Детки прошли это время. Сегодня у нас комфортная, благословенная аудитория, классы оборудованные. И Господь благословил нас всем. Аминь. Это чудо от Бога. Об этом хочется говорить и говорить. И я вам скажу, что... Я как-то рассматривал фотографии. И не получилось их раскрыть в том, чтобы показать вам на экране. Но рассматривая фотографии, вспоминаю многих людей, которых уже нет. Немало людей ушло в вечность. Люди, которые искренне молились, плакали перед Богом. Уже на небесах. И сегодня мы вспоминаем о них, как о людях, которые держали церковь ладонями своими. Немало людей уехали в другие местности жить, в основном за границу. Видел и наблюдал, что тоже нет этих людей. Также есть люди, которые ушли из церкви в другую церковь. Хотя мы все вместе начинали сильным пламенем, молитвой, ревностью. Брались за этот штык лопатой, копали, что-то делали. И Господь никогда не оставлял. И до ныне был с нами. И ныне есть. И продолжит вести свою церковь. Аминь. Удивительное воспоминание. Просто удивительное воспоминание. В этом году у нас выпадает еще один праздник. 30 лет, как церковь получила регистрацию, вот, и мы уже как обновленная церковь совершаем путь жизни, путь служения уже 30 лет. Из них 23 года Бог позволил мне вести и совершать пастырское служение в этой поместной церкви. Вообще, изначально, изначально первая церковь христиан веры евангельской в городе Барановичи – это наша поместная церковь. Было одно разделение, где отделились баптистского направления. Потом группа людей, которая ушла, и большая часть – это церковь спасения, которая построилась. Новая жизнь, эта церковь была основана из служения Стивен Хилла. Там Бубнова Александр, Юра Сидор, Михаил Кабушка, который теперь пастор, они проводили евангелационное служение. И мы остались вот так, как оно есть. Небольшая группа людей была сохранена. Рассматривались разные варианты, чтобы люди ушли, кто выберет в какую церковь. Но были братья. Один из них – Михаил Иванович, который говорил, нет, мы не будем закрывать церковь. Мы будем продолжать молиться. Мы будем просить Бога, чтобы Бог благословил. И благодаря буквально нескольким братьям и сестрам, которые не соглашались с закрытием церкви, но так боролись еще несколько лет, и Вячеслав Иванович пришел с группой молодых людей около года, совершал служение. Потом он усмотрел, чтобы доверить это мне, нам, и мы вместе продолжили. И Господь умножил нас, за что слава Богу. Мы были испытываемы ни раз и ни два. Буря и волны, ветры, испытания поднимались очень часто. Я могу говорить о том, что не раз приходилось бессонными ночами, заканчивались слезы, потому что ты не знал, что делать дальше. Но как-то Бог давал успокоение, утешение и жизнь в церкви. Приходили средства, приходили устройства. Те люди, которые пытались закрыть, как-то остановить стройку, Бог их касался, все менялось. Может быть, когда-нибудь стоило бы об этом говорить более шире, детально, но вся слава принадлежит Иисусу Христу, потому что Он царь славы, Он царь величия и силы. Я в четверг напоминал, что мы хотели в это воскресенье остаться членами церкви, провести небольшое общение. Беседуя с нашим главным епископом, первым заместителем Сергея Сергеевича, было решено перенести эту встречу после пасхальной, одной из воскресных служений, где он сам лично будет присутствовать. И будут еще предварительные встречи, рабочие зоны, где мы будем со служителями иметь беседу. Поэтому сегодня наше собрание, оно имеет продолжение в том, что я буду делиться Божьим Словом, верю полноценным Божьим Словом, которое принесет благословение. О чем я хочу сегодня говорить в это утро? И я бы эту тему назвал так – устроенное поклонение. Устроенное поклонение. Потому что этот день говорит, как никогда, о величественном, сильном прославлении Христа теми людьми, которые были во времена входа, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Происходило много событий. Поначалу первая картинка показывает, насколько люди любят Иисуса, насколько они счастливы им. Казалось бы, это было великое единство, это было великое движение, это было сильно. Но когда Христос поднялся на высоту, и перед Ним открылся горизонт Его любимого города Иерусалима, остановилось все, и Он плакал. Слезы текли из глаз. Кто-то даже называет проповедь, кто заставил Иисуса плакать. Он видел то, чего не видели другие люди. Но на время Его объявления, Его скорби, Его печали, никто не мог вместить. И все, что Он мог, глубокое такое слово, Он сказал, сколько раз Я посылал к тебе пророков. Ты не захотел. Слово Божие говорит, не узнал. День посещения моего. Очень важно понять, что то, что в моей жизни происходит, какой-то толчок вперед, или остановка, или какое-то другое движение, распознать, кто это созидает, от кого это приходит, для чего. И если мы читаем Слово Божие, то мы обнаруживаем, что во всех Ее гранях, с какой бы стороны мы не посмотрели бы, везде любовь Бога. Везде. Потому что Бог любит человека, и изначально Он сказал, не хочет смерти грешника, но чтобы все спаслись и достигли, достигли познания истины. Пусть эти тексты, эта история, она завпечатлится в нашем разуме, чтобы мы сохраняли себя в правильном состоянии сердца. Я хочу поговорить о устроенном поклонении, и слово поклонение, поклонение, прославление, иногда мы разные слышим термины, у некоторых людей вызывают неправильную реакцию. Но это библейское выражение. Сам Иисус сказал, что настанет время и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. И многие трактуют, или некоторые трактуют в духе истины, это в слове и в неком духовном глубоком переживании, но якобы нигде не отмечено, что сопровождается пением, музыкой или еще какими-то сопровождающимися эмоциями. Но Слово Божие раскрывает даже сегодняшний день напоминание праздника вхождения Христа в Иерусалим сильным восклицанием, пением. И были те, кому это не нравилось. Скажи им, запрети им, пусть они умолкнут, он нас звенит в ушах, мы не можем с этим согласиться. И вот это состояние двух противостояний, где Бог кому-то открывает, что поклонение, оно должно быть, оно ценно в глазах Бога, оно необходимый часть жизни церкви. И есть категория людей, которая не признает. До сегодняшнего дня наблюдается картина, когда люди умышленно приходят на вторую половину служения, где уже звучит слово, и получают слово, и назидаются, но что-то происходит не так, потому что невозможно однобоким быть в присутствии Бога или следовать своим личным пониманиям. устроить, это значит наладить, сделать правильно, совершить так, как это должно быть в глазах Бога. Это порядок, это то, что ценно Ему. Вы знаете, в Псалме, восьмом, третьем стихом написано «из уст младенцев и грудных детей», «ты», с большой буквы. Автор этого Псалма говорит, «ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Итак, я хочу, чтобы, почему нет текста восьмой Псалом, чтобы люди следили, третий стих. Автор говорит, что именно «ты» устроил и в эту хвалу, в это поклонение Бог вводит детей, грудных младенцев, всех. И одна из целей, о которой мы здесь читаем, ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Это не просто мои глубокие переживания и отношения с Богом. Он и я, это мои отношения с Ним. Мое поклонение, поклонение церкви делает безмолвным врага. Оно обезоруживает врага. Враг, о котором мы говорим, это не люди. Но люди часто оказываются под его воздействием, не понимая глубины Божьих истин. поэтому среди людей нет врагов. Потому что человек собственен по образу и подобию Бога. И только лишь грех исказил его внутреннюю природу. И поэтому очень важно устремляться к познанию истины. И познание истины, поклонение, оно должно открыться всем верующим людям. В ней есть сила. Настоящая хвала, она должна быть устроенная. Много репетиций, подготовок, много работы производится для того, чтобы устроить хвалу пред Господом. Когда-то Господь, мы читаем, устраивал хвалу, Он производит действие вдохновение, и все это Он делает Духом Святым. Поэтому цель Христа наполнить нас такой радостью и силой, чтобы поклонение вытекало из моего состояния сердца, а не какой-то формы, обряда или порядка. Это должно выходить из состояния сердца. У нас в братстве есть церкви сильные церкви, тысячная церковь. До сегодняшнего дня не допускается ни один музыкальный инструмент, но поются псалмы, народ начинает петь, и в поклонении приходит сильное движение Духа Божьего, потому что, так понимаю, такая обрядность, вот передавалась это от поколения в поколение, и каким-то образом поклонение то, что происходит изнутри. Есть времена, когда эмоций море, а движения жизни нет. Поэтому Иисус, Он учит нас, и очень важно понять, что поклонение, вдохновленное Богом, оно закрывает уста всем врагам, всем богохульникам. сегодня люди борются, даже целые войны устраиваются, чтобы поднять свое имя так высоко, и чтобы чем больше людей хвалили меня. Это было во времена первой церкви Ирод, Нерон, другие цари. Это было в Ветхом Завете, фараон, заря утренняя, и все поклоняйтесь мне, это были цари Вавилона, они искали поклонение себе. Людей сжигали, убивали, кидали на арены за то, что они отказывались признавать их божество, которым они никогда не могли им явиться. Это невозможно. Если люди не избирали людей, тогда люди из-за туманности ума избирали деревья, избирали какие-то верха гор и совершали поклонение. И мы читаем, что он вырубил священное дерево, которым ходил Израиль поклоняться, потому что поклоняться нужно только Господу, аллилюя. И враг, он хочет увлечь человека от любой главной цели, кому хочешь, но не Христу. Потому что сила поклонения это сила перед Ним. Наше поклонение Богу, оно касается, как я уже сказал, не только наших внутренних переживаний, но и умолкания или закрывает уста, которые злословят Бога, церковь. История говорит, когда первых христиан сжигали на костре или бросали на арену диких животных. Нерон утром, когда толпа с арены расходилась, он брал воинов и, находя останки разорванных верующих людей, он приходил в бешенство на их лицах, чьи лица были сохранены, он приходил в бешенство, была улыбка. он не мог понять, что когда их сжигали на кострах, эта история до наших дней имеет место и не только в те времена, и даже во времена Советского Союза, где много погибло христиан за веру в Иисуса. Он приходил в ярость, потому что тело горит, а люди поют. Люди с песни на устах заканчивали свой земной путь мученической смертью. Стефана избивают камнями, он истекает кровью, последнее дыхание, он говорит, вижу Сына Божьего, встречающего одеснуя, лицо его написано сияло, как лицо ангела. Настоящее, глубокое внутреннее переживание, и человек создан для поклонения, потому что Бог ожидает его в поклонении, как признание выражающим почтение. Поклонение это знак уважения. Поклонение или поклоняться это прежде всего действовать, это движущее желание почтить. почтить того, в кого я верю, кого я признаю. Почему Бог заповедь установил «Почитай отца и мать». И Он эту заповедь сделал с обетованием, «Почитай своего папу и маму, какими бы они ни были, тебе умножаются ли та жизнь не почтение. Оно приносит великое помазание, благословение». Смотрите, интересный момент. В нескольких Евангелиях говорится об этом празднике. Евангелие Иоанна, 12 глава, прежде чем опишется его торжественный вход, произошло одно событие. Мария же, третий стих, Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Перед тем, как совершится путь, вы знаете, это будет очень трудная, тяжелая неделя. Именно это последние дни, когда его распнут, погребут могилу, запечатают, но, слава Богу, он воскреснет. Аллилуйя! И такое действие Бог позволяет иметь место в судьбе Христа. И для нас очень важно понять, чтобы запах неба, аромат поклонения, приносит небесное какое-то особое содержание. Оно перекрывает запах горя, запах обиды, запах какой-то какой-то боли. В поклонении, в присутствии Бога перекрывается любое состояние человека. В этом есть сила. и именно небесное присутствие. Вот этот аромат небесным, о котором мы говорим, это состояние приносит Дух Святой, кто на протяжении уже вот этих двух-трех недель посещает молитвенные вечера. Есть такой момент, когда вдруг все внезапно чувствуют, как будто бы что-то случилось, щел, как будто бы что-то случилось. И резко никто никого не заводит. Никто не говорит, давайте, давайте, нет. Но вдруг резко начинаем возвышать голос в молитве на иных языках, исполняя с Духом Святым. И такая легкость приходит, и ты плывешь в этом поклонении, в этой молитве, в этой силе. Кто это делает? И тогда настает состояние, когда время теряет значение. Я как ответственный за людей, достаю телефон, смотрю, 8. Молитва идет, достаю телефон, 8.30. Молитва не останавливается. Смотрю, дело к 9. Молитва идет. Да, уже подсели голоса, уже не хватает физических сил, но молитва начинает двигать нами. И что заметил те, которые посещают много людей, более ста человек приходят на молитвенные вечера. Когда отче наш закончим, почему вы не разбегаетесь? Начинаете приветствовать, начинаете обниматься. А почему вы не делаете это, когда я просто говорю вам это делать? Присутствие славы Божьей настолько сладко, что нам хочется там остаться. Аминь! Аллилуйя! Это как за хорошим обеденным столом, уже не лезет, но еще такие лежат вкусненькие блюда. Ход с собой возьми, правда? Поклонение. Писание говорит, мы храм его. Другими словами, мы дом его. Разве вы не слышали, не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет внутри вас? Я хочу, чтобы мы слушали, все, кто понимает, не понимает, признает, не признает, это учение Иисуса. Это евангельское учение, то, о чем я сейчас в это утро делюсь. Первое послание Коринфянам 6 глава 19-20 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божия. Смотрите, Дух Святой помогает сознательно, отказаться от прежней греховной жизни, потому что истина освещает мое тело, моя душа, мой дух, это дом Божий, это храм Божий. До отказа от греховной жизни кто в моем доме жил? Давайте поговорим. Сигаретка, власть курения, сто грамм алкоголя иногда и не сто, власть алкоголя, прелюбодеяние, похотячей, многие другие греховные вещи, где они жили, где они были, скажите, в этом доме. Они владели человека. И когда пришло Духом Святым спасение, я осознал, что я не хочу предоставить свой дом для греха, для дьявола, для его слух. Я что делаю? Я сознательно отказываюсь от тебя, дух алкоголя, блуда, курева и всякого греховного духа, духа нечистого. Убирайся вон из моей жизни. Я предоставляю свою жизнь кому? Иисусу. И Христос вошел в мою жизнь. И я наутро свеж. Я побрит, я опрятен, я каждый день храню свое тело красивым, чистым, чтобы Иисусу было хорошо. Аллилуйя! Аминь или нет? И поэтому я поклоняюсь Богу своим храмом, своим сердцем и тем, чем наполнен я. И Павел говорит, вы что не знаете, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа. Поклоняйтесь и в душах ваших, которые суть Божья. поэтому очень важно сознательно вот это решение твое, я никого не заставляю. Человек не может заставить человека изменить жизнь. Все, что мы говорим, мы свидетельствуем, мы проповедуем, мы говорим. Слушай, есть другая жизнь, когда ты встаешь рано утром и ты смотришь в окно и ты говоришь, Боже, слава тебе за этот день, а не мысль, где бы взять еще греха какого-то и еще какого-то беззакония. Когда ты встречаешься, будучи во Христе, давайте мы посмотрим, о чем мы говорим. Какая была молитва, какой было, слушай, в этой проповеди Бог ответил мне, когда мы были до Христа, мы встречались, о чем говорили? Ух, вчера мы целый ящик на троих влупили. Ух, вчера мы порезвили, что даже не помню, кто меня домой привез. Ух, вчера, и люди говорят о чем? О том, чем они жили, чем они были наполнены. Когда мы получили освобождение, мы не хвалимся беззакониями, но мы хвалимся Иисусом. Аминь или нет? А хвалящийся хвались чем? Богом. Им. Поэтому это происходит личное твое решение. И люди иногда не могут победить только по одной причине. дьявол дает такую мысль, неужели я могу жить не выпивая? Неужели я могу жить не курить? Неужели я могу жить не обманывая? Неужели я могу жить не грешатом, похотью, еще каким-то грехом? Я скажу, не просто можешь, это настоящая жизнь. Это то, что Бог дает даром любому человеку. поклонение обезоруживает грехи, которые когда-то владели нами. Аллилуйя. Потому что ты говоришь, я славлю Бога, который во мне. Ты не славишь грех, ты не восхищаешься, как ты провел вечеринку, ты восхищаешься, как Бог посетил тебя в молитве. Аллилуйя. Еще что хочу, один пример. В 18 веке в Германии был король Пруссии, Фридрих Великий. Это не наши Фридрихи, однофамильцы. Скорее всего, мы даже, когда были в Калининграде, есть памятники даже этим людям. Он посетил тюрьму и проходил по камерам. Заходя из камеры в камеру, из камеры в камеру, он опрашивал заключенных, за что они сидят. И знаете, к какому он пришел удивлению? Все заключенные говорили, это ошибка. Нас посадили по ошибке, на нас наклеветали, мы не делали того, за что мы сидим. И он проходил от одного заключенного к другому заключенному, и зайдя в одну камеру к очередному заключенному говорит, а ты чего сидишь? Я сижу законно. Я осознаю, я осознаю, что я преступник, я делал неугодные вещи. И тогда король, имея чувство юмора, сказал такие слова. Вышвырните из тюрьмы этого грабителя, чтобы он не оказывал плохое влияние на порядочных людей. Это историческая запись, исторический факт. И вы знаете, эта история показывает нам, что должно произойти личное мое осознание, что я грешник. Мне приходилось с многими людьми за мое христианское время жизни, служения говорить, и человек говорит, Петрович, я ничего не сделал плохого, и правда это хороший человек. Я говорю, но из-за того, что грех овладел всеми людьми, вот эта тоненькая грань, не буду больше забирать времени, есть момент, когда я осознаю. Знаете, я родился в христианской семье, кто это знает? Третье, четвертое поколение. Я вырос, будучи мальчиком, как мои дети. Мой сын сейчас младший. О, я всегда был в молитвах, всегда. В нашем доме все время пророчествовали. Я вырос на пророчество. Куда мы не поедем, помню, едем к кабанчика, бабушка вырастила, и она его поделит. Мы едем, и там все этого кабанчика приготовят, осмалят, разделят. Но обязательно молитва. На молитве опять исполнение Духом Святым, и все такое, и мы переживали сильное движение, просто сильное движение. Это было сильное движение в моем подростковом возрасте, в молодежном возрасте. Это было такое движение, я помню, это 80-е годы, мы были маленькие, но подростки, я получил крещение Духом Святым где-то в 13 лет. И я помню, в Гансовичах молились у Марии, и уже этого брата нет, его звали брат Иван, а вот он, значит, в той церкви была только одна церковь, грунтовая, и потом уже спасение торфяное строилось. Мой отец участвовал в этом сюжете жизни, и я помню, мы, значит, едем, а у этого брата была машина, как теперь помню, иномарка, в то время это редкость, вот, и у него было универсал, универсал, вот, и какой бы ни был у тебя универсал, машина легковая имеет пять сидячих мест, у него было 12 или 14 подростков, на заднем сидении 7, сзади в багажнике еще человек 6, и нужно было проехать один пост, кто знает, дорога Слуцкая и поворот направо в Синявке в сторону Лунинца, и там был пост, там теперь шиномонтаж, я вам скажу, это был самый тяжелый пост, его проехать просто, чтобы тебя не остановили, было невозможно, и вот в то время, когда мы были на молитве у сестры Марии, ее назвали Маня Франкова, Бог Духом Святым покрестил нас, подростков, молодежь там, в основном были подростки, мы настолько исполнили Святого Духа, что уже было где-то 12 часов ночи, час ночи, и братья, которые там присутствовали, аминь, аминь, а мы не можем остановиться в молитве, и нас завели в машину, кого в багажник, забросили, почти как мешок с огурцами, и так мы сели в машину, едем, и все молятся на языках, это свидетельство вы услышите на небе, Бог вам его обязательно расскажет, я вам скажу, это было удивительно время, оно сейчас возрождается в нашей церкви, аллилуйя, и вы знаете, подъезжая к Синявке, этот брат говорит, прекратите, замолчите, замолчите, а у него были стекла темные, замолчите, нам нужно проехать, как заставить ребенка молчать, который молится на иных языках, исполнившись Святого Духа, Бог мне свидетель, вот мы, он подъезжает к этому перекруску, включает левый поворот, и выходит этот, с палочкой полосатой, весь в мудировании, два часа ночи, показывает жестом, вправо остановиться, он замолчите, а все, он опускает дверь, этот милиционер подходит, наклоняется, я говорю, доброй ночи, ваши документы, а из машины на иных языках, братья и сестры, я говорю, как это было, и он так, этот милиционер, как-то застопорился, и спрашивает вот у брата Вани, иностранца везешь? Он кивнул головой, говорит, езжайте, и мы так проехали, и так было не раз, потому что, если Бог делает, Он делает весьма хорошо, аллилюя, таких чудес было много, поклонение, это твое внутреннее состояние, притча 28 глава 13 стих, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован, аминь, кто осознает, если ты скрываешь? Знаете, с чего начинается любое пробуждение? В 78 году я получил исцеление на грунтовой, служения шли сутками, были люди, которые были взяты в удел Духом Божьим настолько, что они начинали с утра, с девяти до вечера, просто стояли почти на одном месте и пророчествовали всем, кто не подходил, с рабочих мест, люди бежали в церковь, с церкви, молясь утром, люди бежали на работу, еще есть и очевидцы, которые живы, это движение Духа, понимаете, и началось это с того, что начали исповедоваться все, исповедоваться, служитель, ты не служитель, пастор, дьякон, люди открывали свое сердце, исповедовались, каялись, и присутствие Бога было великим, а что думаете, так просто заполнилась та церковь, так просто мы заполнились людьми спасенными, без Бога это возможно? Это действие Святого Духа, аллилуйя, и даже сейчас, когда мы переживаем эти вещи, Дух Святой всегда говорит, раскрывайте свое состояние, совершайте покаяние, очищайтесь, время обновления, время очищения, время, когда Бог хочет что-то делать великое, и Он делает. Богу не нужно насильственное поклонение, когда мы можем как-то надавить, давайте, ты обязан, ты должен, Ему нужны искренние люди, которые понимают, что они поклоняются не выдуманному какому-то Богу, не существующему Богу, а живому, прощающему грехи, и делающим из каменного сердца плотяное, аллилуйя. Когда-то апостол Павел пришел в Ефес, там памятников столько стояло, много, памятник такому Богу, памятник такому, такому Богу, он идет и за голову берется, Боже мой, сколько ж тут божества, и потом читает, памятник неведомому Богу. Павел был мудр, исполнен Духа Святого, и народ в Ефесе, они так хотели всем Богам угодить, что они поклонялись просто всем Богам, знали о них, не знали, и даже сделали такой жертвенник неведомому Богу. Павел встал, и люди собрались, думают, что это за интересный человек, и он говорит, вот я у вас, дорогие Ефеся, обнаружил, вы построили памятник неведомому Богу, вы его не знаете, ну нет, не знаю, а что есть еще какой-то Бог, да, я знаю этого Бога. И Павел начал проповедовать Иисуса Христа распятого, аллилуйя, слава Богу. Может, где-то я не освежал в памяти более детально эту мысль, но основное сердце я передал. Поэтому Господь дает нам время, дает нам время, когда у нас выражается внутреннее состояние поклонения. Еще несколько мыслей буквально, и мы будем молиться. Когда мы, кто любит ходить в галерею, где красивые картины, вот, мне, я не любитель галереи, но когда я побыл в музее Билли Грэма, и я посмотрел те картины, конечно, они меня восхитили. Вот. Мы были в Петродворце, Петр I построил вот это красивое там, где фонтаны из фонтанов вытекают там, ну, потрясающее зрелище. Кто ездил в Евангельский Петербург с нашей церкви, мы брали автобус, может быть, снова возобновим поездку, будем видеть, как Господь устроит жизнь. Или, допустим, есть прекрасная музыка. И знаете, когда ты смотришь картину или слушаешь прекрасную какое-то стихотворение, поэму или прекрасную музыку, что появляется у человека, какой вопрос? Кто автор? А кто написал эту песню? Бетховен. А кто написал эту картину? Такой-то художник, выдающийся. А кто написал картину Тайная вечеря? Ну, что вы не знаете, да? Понятно. Эл Да Винчи, да. Ну, ладно, Леонардо не забыли. Так вот, смотрите, кто этот автор, который приносит мне свободу, который дал мне новое сердце, который воодушевил меня, и мы понимаем, это Бог. Бог, которому я поклоняюсь, Бог, которому я служу. Аллилуйя. Знаете, когда-то Ездра читал Божий закон Нееме, 9 глава, 6 стих. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и ты живешь. Все, все сие, и небесные воинства, тебе поклоняются. Знаете, как авторы писали Ветхого Завета, они, когда видят красивые реки, красивую природу, они говорят, кто автор этой красоты? Это Бог. Когда мы смотрим на церковь, кто автор, кто создал церковь? Это Бог. Я хочу быть его частью. Я хочу поклоняться тому Богу, кто придумал такие красивые горы, прекрасным сотворил солнце, прекрасным сотворил небо, землю. Автор Бог. Внутри тебя рождается глубокое поклонение. Я хочу попросить нас всех подняться для молитвы. Я говорил о том, что мы помолимся, обязательно помолимся в присутствии Святого Духа. И вы знаете, есть очень сильное действие, Божье действие, такое мощное, которое описывается в книге Откровения восьмой главе. В книге Откровения восьмой главе. Я прочту вам буквально два стиха, третий и четвертые стихи, может, чуть ниже опущусь. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама. Следите за этим текстом. Множество фимиама. И дано было ему множество фимиама. чтобы он с молитвами, слушайте меня, с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. Послушайте меня, все, кто здесь есть. Была взята ангелом золотая кадильница. Множество фимиама, это благоухание, это поклонение, это словословие. И Бог говорит, что ангел берет и молитвы всех святых соединяет, соединяет. и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. Боже, мне мурашки идут. Мое тело содрогается от осознания, что все то, что я делаю на земле пред Богом, оно собирается в кадильнице. Поклонение церкви, молитвы святых, Бог это соединяет, и все это перед Богом. Есть жертвенник на небе, и ангел, и ангел возлагает это. Молитвы, то, что мы делаем каждый вечер. Молитвы, небесный фимиан, давайте скажем, небесный, пусть будет фимиан, чтоб никто не соблазнялся, и он молитвы святых, и от руки ангела пред Богом, и взял ангел кодильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника. О, как сильно! Те, кто ждет ответ. И поверг на землю, и произошли голоса, громы, и молнии, и звень трясения. Поверг на землю. У Бога есть чудо. для любого человека, для любого состояния. Все, что тебе надо сделать, это лично самому принять решение, захотеть. Я не хочу, чтобы мой дом принадлежал паукам и тараканам, простите, какие-то мышки и крыски, чтоб в нем жили. Я хочу, чтоб в нем было благоухание, хвала, слава, поклонение. Это удивительный дом. Знаете, в Америке есть такая практика, есть люди миллионеры, миллиардеры, и они раз в месяц, два раза в месяц устраивают свободное посещение их дома. Убирают там губернантки, все там делают чистым, и желающие зайти в этот богатый дом заходят, вход платный, и уже этот богатый человек деньги, которые будут принесены посетителями его шикарного дома, он отправляет на какую-то благотворительную акцию, они не зарабатывают на этом для себя, это как бы такие акции в поддержку там бедным, инвалидам, ну там разные есть акции, и люди входят в этот дом, и они восхищаются, потом они приходят домой и начинают ругаться, потому что жена говорит, видишь, у людей как у людей, а у тебя что? Поэтому есть полезное и не полезное, но знаете, я хотел бы, чтобы в твой дом входили люди, я очень хотел бы, чтобы в мой дом входили все вы и нашли там то, что есть по-настоящему, мои слова, они слова, но вы видите мою жизнь, мои поступки, мои дела, и я хочу прийти к вам каждый ваш дом, ваши слова это слова, но ваши поступки, они говорят о том, что внутри вашего дома, вашего сердца, и знаете, Иисус, когда заплакал, стоял на горе, он пошел в свой дом, и он пришел в храм, что он там сделал? он сказал там одну из самых сильнейших проповедей за всю свою земную жизнь, как звучала его проповедь, скажите, помогите мне, дом мой, а вы сделали его, не будем продолжать, и я вот подумал, Господи, если сегодня ты вошел в Иерусалим, войди в мое сердце, могу ли я сказать, Иисус, мой дом, это твой дом, там есть молитва, там есть слово, там есть хвала, вот тут в этом доме я поклоняюсь тебе. Иерусалим, сме, в этом доме,